Это программа «Мой район», и сегодня мы говорим о модернизации московской медицины. Ко мне в студии присоединил заслуженный артист КРФСР Елена Проклова и благодарная пациентка московских больниц Татьяна Печенкина. Добрый день, Татьяна. Здравствуйте. Добрый день, Елена. Здравствуйте. Я знаю, что год назад, в начале прошлого года, вы оказались в реанимации. Что случилось с вами? Позапрошлый Новый год я отметила с дочкой, и 1-го числа меня отвезли на поезд, потому что 2-го в Питере мы должны были играть спектакль «Пигмалион». И проснулась я в поезде от того, что меня тошнило. Было совершенно непонятно, от чего я ничего особого не ела. Нет, ну после встречи Нового года, в общем-то... Вот у вас такая же реакция. Да, Татьяна, согласитесь, очевидная. Я когда вышла на перрон с бумажными полотенцами, и из меня шла пена, все мои дорогие партнеры по сцене сказали, а, Новый год отмечала. Притом, что я выплачу 2 маленьких бокала шампанского. Зная, что у меня спектакль, дорога, да и вообще не очень хотелось. И я никого не была в силах переубеждать, да это было не нужно. Мы приехали в отель, вызвали мне скорую помощь. Приехала очень профессиональная бригада, которая установила, что у меня за 200 давление, то есть гипертонический криз. И был, видно, очень опытный врач. Он сказал, и я даже подозреваю нечто худшее, но сказать вам сейчас я этого не могу, потому что у меня нет такой возможности. Но я вам советую отменить спектакль и влечь в больницу, чтобы как можно быстрее вам оказали помощь. На что я сказала большое спасибо. Артисты не выходят на сцену только если они умерли. Лежала до спектакля. Он мне сделал какие-то уколы. Я никого не подвела. Мы все это сыграли. Услышали шквал аплодисментов. В антракте я полежала. Мне вроде бы стало лучше. Но когда во втором акте мне надо было выходить на сцену, спасибо актерам, они меня под ручки вывели, потому что сама я идти не могла. Мне было плохо. Усадили в кресло. На поклоны я не смогла выйти. Мне просто передали цветы от публики. И вот тут встал вопрос. Оставаться в Питере, ложиться в больницу, как мне советовал этот доктор. Я сказала, нет, нет, нет. Я только в своей Москве. И я села в поезд, приехала в Москву. Меня на носилках привезли. В какую больницу? 52-я. Моя любимая. Любимая? Моя любимая. Теперь потому что я потрясена всем, что там происходит. Тем, что меня смогли поставить на ноги. Меня положили сразу в реанимацию, потому что давление зашкаливало. А положили, Елена, извините, с чем? То есть какой был диагноз? А диагноз был никакой. Гипертонический криз. И тут же меня повезли ставить диагноз во все кабинеты, через МРТ. И МРТ тут же показало, что у меня с яйцо размером в мозгу кровоизлияние ишемическое. У меня был инсульт. После этого проверяли артерии, бляшки. Крови из-за меня выкачали дикое количество. И хотя у меня вообще нету вен нигде, в этой больнице, оказывается, есть прибор, который по прибору находит, где находится вена, как туда входит игла. Я тоже не знала. При том, что всю жизнь для меня это была просто пытка взять кровь или поставить капельницу. Мне через этот прибор поставили, значит, катетер, с которым я находилась. Мне несколько раз в день ставили капельницы. Но состояние было такое, что я даже не могла кушать. Я не могла поднять голову с подушки. Я помню свои мысли в тот момент. Я думаю, боже мой, вот какой финал жизни-то может быть. Даже так? Да, абсолютно точно. Я понимала, что это конец. Спасибо медсестрам, которые, ну, помимо того, что профессионально за мной ухаживали, еще и оказались поклонницами моими. И, в общем, я была просто как ребенок в бережных руках. Чтобы поесть, меня так наклоняли чуть-чуть на бок, что-то вливали мне в рот. Например, для того, чтобы мне принять вертикальное положение, ко мне в палату привозили такой огромный-огромный станок, на который меня перекладывали, ремнями к нему прикручивали и пытались меня поднять. И вначале они смогли на 10 сантиметров мне только вертикальное положение придать, потому что потом мне становилось дурно. Они говорили, все-все-все, но сегодня хватит. И так два раза в день. А потом стали привозить еще один станок, где, опять-таки, мои ноги привязывали, и я якобы, я сама кручу велосипед. То есть со мной работали круглые сутки, можно сказать. Какие прелестные молодые люди были, медбратья и медсестры, которые возили меня по всяким кабинетам, делали мне уколы, меняли катетеры, как за мной ухаживали, что для меня делали. Вы же сами отметили, что все-таки звездный статус, он помогает.